Региональный центр медицины катастроф получил новые машины скорой помощи. Спецкареты это три УАЗика, пять Газели и один реанимобиль марки Форд. Он останется в медицине катастроф. Этот автомобиль наш, он создан для медицинской эвакуации тяжелых пациентов из центральных районных больниц. Для бригады он дает возможность вентилировать, проводить искусственную вентиляцию легких, проводить наружную кардиостимуляцию, проводить дефибрилляцию в случае остановки сердца. Остальные восемь новых машин до конца недели поступят в фельдшерско-акушерские пункты районных центральных больниц Альминевского, Сафакулевского, Варгашинского, Макушинского и Шатровского районов. Вся техника класса «Б» оснащена современным оборудованием, которое будет помогать медикам не только оказывать профессиональную помощь пациентам, но и спасать их жизни. Этот автомобиль оснащен по последнему слову современной техники. Что напрямую влияет на качество оказания медицинской помощи больным и пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях и чрезвычайных ситуациях. То есть при таком оснащении, ну мы, можно сказать, мы на 100% уверены, что больного мы доставим в целости и сохранности, и транспортировка не повлияет на дальнейшее лечение, то есть без ухудшения состояния. Стоимость этого «Форда» для Центра медицины «Катастроф» – 4,5 миллиона рублей. Из них более 2 миллионов ушло на оснащение автомобиля современным медицинским оборудованием. Что не может не радовать, все отечественное. Комфортно всем – и пациенту, и бригаде, включая водителя. К слову, на сегодняшний момент в медицине «Катастроф» работают более 10 врачей, хирурги, анестезиологи, реаниматологи. Всего 6 бригад. Привлекаются и врачи из других лечебных учреждений. Дежурят и выезжают на экстренные вызовы. В среднем в год совершается около 700 жизненно важных поездок в районы. Но не только. Зауральские медики регулярно выезжают и в федеральные округа. Среди недавних поездок – Сургут, Киров и Новосибирск. В последнем случае нужно было экстренно доставить 14-дневного младенца с тяжелым пороком сердца. И такие современные авто оказываются как нельзя кстати. Алексей Старцев, Андрей Глазырин, Лидия Кайгородцева, информационное агентство Курганру. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok